Китай сейчас вообще во всем мире, он воспринимается примерно как советский союз 50-х годов. Америка тоже целевой предаток Китая. А не создать ли нам свой йотафон, спиннер? В чем заключается русская мечта? В том, чтобы найти в Китае что-то очень дешевое, что-то, что еще в глаза не замылено, и после этого продать на Wildberries, на Озоне или на другом архиплэйсе. Китайский руководитель, господин Си Цзиньпин, он себя видит как Горбачева здорового человека. КПК каждый год возвращает 2007-й, получается, уже 40 лет подряд. Получается, что да, у них получилось. Почти все, что здесь сделано, почти все, что нас окружает в такой обычной реальности, вот наше оборудование, которое мы используем для съемки, все сделано в Китае. А с другой стороны, мы, обычные жители России, про Китай и про китайскую промышленность, и тем более про китайскую культуру, почти ничего не знают, кроме каких-то общих фраз про Конфуция, может быть, или про Мао Цзэдуна. Мне кажется, эта ситуация симметричная, потому что в самом Китае, насколько я могу судить, есть что-то похожее, потому что, с одной стороны, да, это экспортная экономика, а с другой стороны, это культура, которая себя всегда в течение многих столетий считала абсолютно самодостаточной и считает себя самодостаточной теперь. Что думают об этом, о своем странном статусе, такой фабрике мира, которая достаточно закрыта для внешних наблюдателей в Китае, и как с этим контекстом можно работать? В Китае товарищи считают себя срединым государством, и, в принципе, всю жизнь себя так считали. Пока наши с вами предки, вероятно, еще жили в родово-племенном устрое, там уже было государство, которое торговало с Римской империей, и которая Римская империя всегда оставалась должна. Потому что Римская империя, кроме золота и серебра, наверное, ничего не могла предложить за те товары, которые по шелковому пути тогда еще доставлялись. Китайская культура, как таковая, она очень интерверсивная. Почему? Потому что она очень большая, там живет очень много людей, и это сам по себе целый мир. То есть там очень много людей, которые никогда не выезжали за пределы страны, и эта страна является таким миром в себе. Ну да, это фабрика мира, это действительно так, и мы живем в мире на большей части из материальных объектов, которого можно найти Made in China, или на компонентах, которых можно найти Made in China. Но дальше начинаются нюансы, потому что вот я вижу камеру, на камере написано Sony. Sony это все-таки японский бренд, и основные неокры, скорее всего, по ним были сделаны в Японии, а в Китае были сделаны компоненты, из которых все это было собрано. Если мы посмотрим на свои телефоны, то мой телефон, например, он не окры по нему сконцентрированный за океаном, а производственная база в Китае. Мы сталкиваемся здесь с другой проблемой, с тем, что Китай, он пока не до конца научился формировать бренды и говорить о себе во внешний мир. То есть Китай может хорошо производить, но много ли китайских брендов мы знаем. Наверное, мы знаем про Huawei, наверное, мы знаем про Xiaomi, но дальше у рядового россиянина, наверное, начнутся сложности, и вряд ли кто-то знает, кто-то назовет больше, во всяком случае, 10 китайских компаний. Хотя, если мы посмотрим на Fortune 500, то китайских компаний там уже больше, чем американских. То есть дело в том, что основные бренды, те же самые европейские, американские, они производят свой товар в Китае, но сами китайцы, делая для них на заказ, они еще не научились создавать свои бренды и продавать что-то с более высокой добавленной стоимостью. Поэтому те же самые китайские автопроизводители покупают, например, Volvo, покупают, например, другие компании, чтобы иметь к этому доступ. То есть это с одной стороны. С другой стороны, у Китая часто говорят, как о нации, которая умеет очень хорошо что-то копировать. Есть такое тоже убеждение. И действительно так, то есть китайские партнеры, они могут сделать на основе чего-то уже имеющегося, что-то, что будет чуть лучше. Но они могут это продать задешево, потому что это условно ноунейм. Продать задорого, потому что это великий, известный, узнаваемый бренд, получается далеко не всегда. Но сейчас над этим работают, думают, ищут решения. Мне кажется, что очень многие китайские бренды к Xiaomi приходят на ум просто в силу того, что люди используют повседневно. Они становятся известными, но они все равно считаются дешевыми при этом. То есть главное преимущество к Xiaomi в том, что он продолжает делать телефоны дешевле, чем конкуренты. Топ за свои деньги. Я думаю, что эту характеристику в том числе поддерживают маркетологи Xiaomi. Я думаю, что это одна из тех линий, по которым продукция продвигается. И в это тоже, я думаю, что вкладывается маркетинговый бюджет, и чтобы люди говорили, что Xiaomi это топ за свои деньги. И надо быть сторонником разумного подкрепления и покупать телефон за Xiaomi за условные 20 тысяч, а не iPhone за условные 100 тысяч. Было две страны. Обе страны не самые богатые в мире. Обе страны в 20 веке прошли через, с одной стороны, промышленную революцию, с другой стороны, через социалистический опыт. И одна страна сейчас известна на весь мир тем, что она экспортирует свои какие-то природные ресурсы, нефть в первую очередь. А вторая страна стала местом, где производится почти все остальное. Начиная там от телефонов и заканчивая, не знаю, там садовой утварью какой-нибудь. Почему так получилось? В чем разница? Что сделал Китай с 89 года, чтобы занять эту нишу? И могла ли Россия когда-то вообще рассчитывать на то, чтобы повторить этот успех и, в общем, заниматься вот таким опережающим развитием? Я знаю, что есть гипотеза о том, что просто была очень низкая база, дешевая рабочая сила. Но мне кажется, что это все, ну, это не исчерпывает ответ на этот вопрос. Все интереснее. Во-первых, не с 89-го, а с 78-го. Все-таки политика реформа открытости, она началась с этого периода. Во-вторых, надо рассматривать путь наших стран. Он не на одной оси находится. То есть мы прошли что-то чуть раньше, они прошли чуть позже. Это тоже нужно понимать. То есть Советский Союз в своем виде, он образовался, соответственно, в 22-м году, а Китайская Народная Республика в текущем виде в 49-м году. И социалистическая революция у нас была в 17-м году, а в Китае, соответственно, государство тоже оформилось только, ну, соответственно, позже. Что здесь можно сказать по поводу пути? Он изначально был разным. И вот тот путь, который изначально Россия проходила, он проходил по некому сталинскому плану. Изначально проходил по этому пути. Китай тоже по нему шел. Это развитие тяжелой промышленности, это построение плановой экономики и фокус на этом. Российское общество в начале своего пути, оно было более индустриализированным, чем китайское. Китай, это все-таки было совсем аграрное общество. И в аграрном обществе сразу строить тяжелую промышленность, это достаточно сомнительная идея. Это как прийти в спортзал, не тренировавшийся, сразу попробовать взять 100 килограммов. Может получиться, но вполне вероятно, что получится какой-то конфуз. Это более вероятная история. И по истории большого скачка мы, в принципе, много об этом знаем. Большой скачок, для тех, кто не в курсе, это когда сказали, что надо произвести чугуна больше, чем в Великобритании и США. И во всех подсобных хозяйствах начали этот чугун плавить соответствующего качества и соответствующим способом. Затем Китай, соответственно, пошел немножко по другому пути. Пошел по пути совмещения рыночных стимулов и, соответственно, планового устройства и, в принципе, коммунистической идеологии и начинал постепенно это все реализовывать. Это называлось политикой реформы открытости. Она идет с 78-го года и продолжается по сей день. Неважно, какого цвета кошка, если она ловит мышей. Так говорил Дэн Саопин. И это, соответственно, политика шла. Когда он говорил об этом, он имел в виду, что неважно, как называется ваш общественно-политический строй, если он приводит к благосостоянию государства и народа. Правильно я понимаю это высказывание? Скорее, да. То есть неважно, какой режим. Главное, чтобы он мог накормить своих граждан. Главное, чтобы он мог реализовывать те задачи. И, кстати, когда мы слышим про то, как граждане Китая очень восторгаются своей стороной, это не стоит воспринимать через российскую призму как некую пустыронию. Это действительно факт. Почему? Потому что с 1978 года китайская экономика каждый год росла, и каждый год граждане становились богаче в расчете на душу населения. То есть Китай сегодня, это и последние больше, чем 40 лет, это такой вечный 2007, когда все хорошо, перспективы кажутся достаточно радостными, и на горизонте светлое будущее. То есть КПК каждый год возвращает 2007, получается, уже 40 лет подряд. Получается, что да, у них получилось. В 90-м году ВВП РСФСР, он был больше, чем ВВП Китая. Сейчас разница между нами уже в 10 раз. И не в нашу пользу, конечно. Не в нашу пользу. То есть, предположим, если бы РСФСР с 90-го года пошел по тому пути, то у нас ВВП на душу населения было бы в районе 100 тысяч долларов на человека в год. Это уровень, наверное, который сегодня есть только в Катаре. Но речь немножко о другом. Современный китайский руководитель, господин Си Цзиньпин, он себя видит как Горбачева здорового человека в своем представлении. То есть, как человека, страна, которого сталкиваются с очень серьезными трудностями, которая идет к какой-то трансформации, которому нужно ее осуществить с помощью методов, которые ему доступны. То есть, по сути, что мы видим? Мы видим, что Китай, он приходит к ловушке среднего дохода, когда нужно из нее выбираться. Китай что для этого делает? Он сделал программу Made in China 2025, он идет в сторону четвертой промышленной революции и говорит так, что вот раньше мы делали простые товары, у нас были предпосылки для этого в виде дешевой рабочей силы, у нас для этого были там другие конкурентные преимущества, и мы за счет этого шли. Сейчас во Вьетнаме, в Индии, в Филиппинах, в Индонезии все уже дешевле. И, в принципе, что нам остается? У нас есть серьезная промышленная база, давайте ее полностью автоматизируем, и мы будем за счет этого иметь конкурентные преимущества. Деньги до науки доходят, они уходят в разработки, плюс Китай, он пылесосит технологии, стартапы и другие решения по всему миру, привлекает их в Китай и за счет этого развивается. Другим фактором, за счет чего Китай восходил, и о чем они, кстати, сами вспоминать не особо любят, это турне Никсона, когда Никсон вместе с Лиссинджером провели вот эту челночную дипломатию и, соответственно, решили растить такой антипод Советскому Союзу в коммунистическом блоке для того, чтобы, соответственно, делать противостояние Советскому Союзу. С Советским Союзом отношения Китая тогда были очень непростыми, это и полуостров Даманский, и другие истории. И в целом на тот момент времени... Начало 60-х, получается. Скорее, конец. На тот момент времени и пошла вот эта советская угроза, шутки про финско-китайскую границу и прочие пассажи из этого норматива. В общем, время было непростое. Американцы договорились с китайцами, перенесли туда часть предприятий, всячески помогали развиваться, и за счет этой базы Китай развивался. Значит ли это, что Китай сам ничего не делал, и всем они обязаны Америке? Ну, наверное, нет, потому что американские корпорации переносят свои мощности и в Индию, и в другие страны региона. Но у Индии, например, даже сейчас, а база там сейчас существенно ниже, чем в Китае, получается расти хуже. В итоге сейчас Китай растет примерно на экономику Нидерландов в год. Почему здесь у нас то не получилось? Ну, несколько причин все-таки. Во-первых, это все-таки было противостояние США, и американцы на этапе этому препятствовали. То есть там договориться условно в 70-е годы, что вот, давайте мы там станем частью одной системы, ну, было достаточно проблематично из-за того, что в конце концов ракеты друг на друга были направлены. Это как-то мешает продуктивности диалога. С другой стороны, были допущены ошибки, и в том числе у нас была своя промышленная база, которая худо-бедно, но обеспечивала ряд потребностей стран. Можно говорить о том, что она была некачественная, но давайте вспомним, какая репутация была у товаров Китая с 90-х годов. Примерно такая же промышленная база у нас была, но из-за особенностей экономической политики того периода не все проходило гладко все-таки. Мы этой промышленной базы на текущий момент лишились, и мы не можем. Поэтому сейчас мы сталкиваемся с такими интересными историями, что время от времени у нас появляется идея, а не создать ли нам свой йотафон, например. Телефон, хорошее дело. Телефон, технологии, смежная отрасль, давайте его сделаем. Начинают делать йотафон и понимают, что большая часть его компонентов делается в Китае. Начинают считать сборку, а где его лучше собрать? Получается, что собрать его тоже в принципе в Китае, это дешевле получается. Но дело-то важное, все-таки надо что-то в России сделать. Начинают делать, и получается, что из-за того, что смежные отрасли отсутствуют, то получается товар, который не очень оказывается в рынке. И по цене, и по характеристикам, и по всему остальному. Как вы комментируете вот эту знаменитую историю о том, что человек приезжает в Благовещенск и видит какие-то яркие огни и замечательные небоскребы, и спрашивают у местных, как пройти в центр города. И ему они говорят, что, к сожалению, это вообще другое государство, и это огни, эти небоскребы из Хэй-Хэ, и туда, к сожалению, так просто не пройти. Ну, через этот мост много хороших разных вещей успели пройти в свое время. Этот мост, кстати, достаточно недавно появился, и большими трудами его открыли. Пока граница там закрыта. Китай сейчас вообще во всем мире, он воспринимается примерно как советский союз 50-х годов. Вот молодая прогрессивная страна, там с такими-то институтами, с высоким уровнем развития, с высокими темпами роста, которые показывают пример, как можно из бедной страны в относительно короткий период времени стать индустриальной страной. И это, опять же, формирует определенное понимание. С Хэй-Хэ и Благовещенском сейчас вообще северо-восток Китая, он при этом является не самым благоприятным экономическим районом. Это в 50-е годы как раз это был экономический центр за счет того, что советские специалисты промышленные туда приезжали и возводили заводы, потому что, например, если вы поедете в провинцию Дзилинь и сходите на завод FAW, первый автомобильный завод, то понятно, что это идет от ЗИЛа. В принципе, современные модели автомобилей, там тот же самый красный знамя, и это, в принципе, переделанные ЗИЛы, модернизированные. То есть если бы у нас автомобильная промышленность немножко развивалась с тех времен, она бы выглядела примерно так. Но в целом сейчас северо-восток Китая это такой ржавый пояс, который находится в не очень хорошем климате, из которого люди хотят уехать на юг, более развитый, и с которым тоже дела обстоят не очень хорошо. Наверное, в том числе на это влияет динамика более граничной торговли, которая в условном 2007 году била все рекорды, но со временем ее объемы несколько снижались. Вы упомянули, что у Римской империи никогда не было положительного торгового баланса с Китаем, потому что им нечего было предложить, кроме серебряных монет и других драгоценных материалов, за всю эту номенклатуру китайских товаров, которые тогда, две тысячи лет назад, получается, поставляли по шелковому пути. Что у нас сейчас происходит с торговым сальдо в отношениях между Россией и Китаем? И я слышал такие апокалиптические настроения о том, что вообще мы все уже давно российским правительством как бы проданы, значит, китайским банком, мы живем на китайские деньги, мы их должники, вот, и этот долг только увеличивается, и с каждым годом будет все больше. Знаете, мы живем в мире, когда постоянно происходит утечки, то панамское досье, то еще какое-то. Но в этих досье мы не видим, что у нашей элиты счета находятся в ACBC, и у них домики где-то под Шанхаем, под Пекином или под Гонконгом. Исходя из чего, все-таки следует, что, скорее всего, так или иначе, мы здесь находимся несколько инноварваток. И с Китаем мы торгуем достаточно стабильно. С Китаем у нас стабильный плюс последние годы. То есть за первые 8 месяцев этого года мы примерно на 17,5 миллиардов в плюсе, кажется. За прошлый год это в районе 10-11 было положительное сальдо. То есть мы с Китаем традиционно находимся в плюсе. Есть такое мнение, что все очень плохо, что все должны, что какие-то огромные долги вышли. Доклады про то, что там 125 скрытой помощи. Но тут момент такой, что aid или помощь, это очень определенный термин. И он все-таки был, мне кажется, достаточно неправильно применен в этой ситуации. Здесь использовались, в том докладе, где про 125 миллиардов, которые мы должны Китаю, он использовался по поводу тех проектов, по поводу долгов Роснефти перед, соответственно, СНПС. В докладе господина Милова эта история была немножко извращена. То есть он достаточно эмоционально рассказывал про то, что мы торгуем туда в минус, и еще остаемся должны после этого. Это не совсем так. У нас все-таки положительная сальдо платежного баланса с Китаем. И, соответственно, мы здесь работаем. У публики, тем не менее, есть ощущение, даже у совсем не специалистов, что вот есть какие-то очень грубые ресурсы, которые Россия совсем не обрабатывает на своей стороне, а просто поставляет в Китай. Ну, в первую очередь, это углеводороды, во вторую очередь лес, в третью очередь какие-то еще полезные ископаемые. А в ответ на эти, собственно говоря, в ответ на эти ресурсы мы получаем промышленные товары, и не только телефоны и другие потребительские штуки, которые приезжают через эти китайские интернет-магазины, всеми любимые, но и просто промышленное оборудование в конечном итоге, в том числе, скажем, те устройства, которые используются, например, для того, чтобы создать сейчас в России суверенный Рунет. Да, это вот как много об этом расписалось. Там, в частности, участвует оборудование от Huawei, например. Насколько это справедливая картина, потому что получается, что мы просто на уровне такого здравого смысла, мы действительно становимся сырьевым придатком, или уже стали, поставляя туда нефть, газ и лес, и в ответ получая электронику и любые другие промышленные производства, и B2C, и B2B, и какие угодно еще. Что публика здесь не видит, если она чего-то не видит? А публика не видит, что Америка тоже сырьевой придаток Китая. Это будет звучать как открытие. Да, действительно, США – это сырьевой придаток Китая, если мы посмотрим на структуру товарооборота между этими странами. Почему? Потому что Америка что продает в Китае? Это нефть, это СПГ, это продукция сельского хозяйства. Три основные категории. В ответ на это она получает электронику и компьютерную технику. Чем не товарооборот, сырьевая придатка и всего остального? Дьявол, дьявол кроется в деталях. В том, что условно Америка продает это, а импортирует, например, айфоны, которые собраны американской корпорации за достаточно дешевый и относительно дешевый прайс и готовую продукцию, которую американские корпорации собрали, она импортирует. В этом, например, разница между товарооборотом Америки и России. У России ситуация такая, что есть высокотехнологичные позиции, по которым мы работаем. То есть мы работаем на ренте вооружения, это понятная история, мы работаем по атомной промышленности, мы на подряде, на станции работаем, поставляем высокоточное оборудование, поставляем в том числе приборы учета, поставляем оборудование для строительства и все остальное. Дальше начинаются тоже моменты, когда, например, по американской схеме, то есть когда российские IT-компании, они делают неокры на территории России, что-то придумывают, после этого что-то собирают в Китае и потом начинают это из Китая завозить или в Россию, или завозить в том числе на европейский рынок. То есть формально по всем критериям мы видим, что это экспорт условно из Китая в Россию, что это импорт, вернее, вернее экспорт из Китая в Россию или российский импорт из Китая и, соответственно, экспорт из Китая в сторону Евросоюза. Но по факту это история связанная с российским капиталом, с российскими разработками, с российским сектором. Тем не менее, в целом, надо понимать, что по промышленной продукции мы немножко отстали и нам на китайском рынке, ну, у нас есть какие-то узкие ниши, в которых мы работаем, но в целом нам проще работать на Вьетнам, на Индонезию, на Филиппины, на Индию в чем-то, потому что там наши продукции больше рады, и там у нас будут какие-то конкурентные преимущества. Конкурировать с китайской промышленностью сегодня, это дело достаточно безнадежно по ряду причин. Тем не менее, например, по медицинским товарам каким-то специальным, где высокая доля неокров, наши компании поставляют туда продукцию. Наши компании работают по другим направлениям. По поводу тех же самых телекомов, действительно, их продукция сейчас в России используется, но тут опять же можно поговорить про один интересный момент. Когда говорят про Китай, китайское правительство, в частности, вспоминают историю с Google, вспоминают историю с Facebook, вспоминают историю с чем-либо еще. У Китая очень большой рынок. Там живет очень много людей, больше, чем 1,4 миллиарда, и Китай своим рынком может, то есть он может сказать, знаете, нам не нужен Twitter, мы сделаем свой Twitter, и свой Twitter на этом рынке будет работать. Или сказать, нам не нужен Twitter, давайте, у нас будет вейбой. Нам не нужен YouTube, это самое актуальное. Нам не нужен YouTube, у нас есть свой UQ, и это можно сделать, потому что рынок 1,4 миллиарда. если, знаете, мне кажется, что на 150 миллионов человек нормальный YouTube не получится. Но будет как отечественный сыр, такой же YouTube. Не, ну отечественный сыр... мне кажется, что у них не было бы шанса. То есть они получили возможность делать сыр, в том числе нормальный, и продавать его чуть дороже, чем европейский рынок, или сильно дороже, чем европейский рынок. В результате вот этих вот заградительных мер. Если завтра отрубить YouTube, то в принципе, может быть, у нас... Просто поскольку мы выходим на YouTube, то для нас, конечно, если бы мы с вами вели бы трансляцию в Twitter, то, конечно, нужно было говорить было про Twitter. Но мы говорим, мы выходим на YouTube, и поэтому, мне кажется, что вот именно YouTube является самым таким критическим примером здесь. Ну, я все-таки надеюсь, что с YouTube все будет хорошо, потому что российского рынка все-таки недостаточно для того, чтобы сделать какой-то конкурентоспособный аналог. Все, кто помнят интернет в его начале пути, в начале массового интернета, интернет там 2008-го, 2007-го годов, все помнят, что было... Ну, не начало, но начало массового использования, когда он стал популярным. Тогда был Rutube, который сейчас «Газпром Медиа» реинкарнирует, и все мы помним, каким был Rutube, как он очень хорошо грузил видео. Если вы увидите это видео на Rutube, знайте, что это специальный знак, короче говоря, который мы вам, наша редакция, и, возможно, Максим тоже к нам присоединяется, мы вам передаем, ни на что не намекаем, но вот имейте в виду. Но пока это видео не на Rutube. К счастью. Да. Да, извините, я вас перебил. Да. То есть здесь нет рынка, и сделать нормальный продукт не получится, потому что... Ну, у нас были... Это скорее история как про йотафон. Да. То есть это история одного порядка, и не получится сделать, но при этом получится сильно, мне кажется, людей обидеть, из их ежедневного быта исключить какие-то моменты, которые их радовали, смотреть рецепты, смотреть там видеоуроки какие-то, смотреть еще что-либо. Это людей, мне кажется, все-таки обидит. Я хотел задать вопрос, насколько для китайского бизнеса сейчас российское партнерство с российскими рынками важно, потому что у многих есть такое ощущение, что мы превращаемся в такую... Ну, то есть мы знаем историю 20 века, мы знаем, что в какой-то момент времени Советский Союз был самым важным внешним партнером Китая. Это довольно быстро прошло, появились новые партнеры, и сейчас есть ощущение, что вот там за северными депрессивными, малонаселенными по сравнению с другими районами Китая начинаются еще более северные, еще более депрессивные, еще более малонаселенные районы, это Россия, и это, в общем, такая скучная немного провинциальная провинциальная ярмарка. Россия для Китая это примерно 2,5% торгового оборота, то есть вроде как не очень много, но тем не менее это достаточно важный рынок, и это первое. Второе, у ряда компаний есть TPI по работе в рамках пояса и пути, то есть они ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы здесь соответственно получать что-либо там и так далее. И если мы посмотрим на какие-то конкретные рынки, например, на рынок нефти, то мы являемся здесь важным партнером. Если мы посмотрим на рынок газа, опять же, мы являемся важным поставщиком. Если мы посмотрим на рынок по металлам, мы являемся важным. Но вместе с тем не надо пример с Мексикой, наверное, не очень правильный. Вообще в отношении Китая есть два основных нарратива. Нарратив номер один это китайская угроза. Вот знаете, китайцы нас сейчас всех перерожают, заселят все наши территории, мы станем провинцией, будет финско-китайская граница скоро. Это первый пассаж, который распространяется на основании каких-то экзистенциальных страхов наших жителей на некоторых причин. Есть второй пассаж, что вот Россия и Китай это братья навек. Сейчас мы вместе покажем Америке, может, новую Ялту устроим даже. Может быть. А это не исключено. Но новый раздел мира. Новые победители против Запада в данном случае обратятся и так далее. Да. И вроде как так получается. Но здесь надо смотреть на конкретные детали и конкретные сделки. Потому что Россия, она идет не на все, что предлагает Китай. Давайте посмотрим на, например, на высокоскоростную магистраль Москва-Казань. Китайцы пришли и сказали, знаете, давайте мы построим высокоскоростную магистраль, мы ее построим, вы ее государственно прогарантируете, мы поставим туда все, что только нужно, вы нам дадите госгарантии и, соответственно, мы дадим технологии, мы все это сделаем. И этот проект сначала объявили, кажется, в 15-м году, с тех пор он не то чтобы очень движется. То есть Россия здесь, она находится, она не то чтобы, у нее нет каких-то альтернатив, у России при всех особенностях остаются альтернативы в виде Европейского Союза, в виде исторических сильных позиций Советского Союза, опять же, в других странах Азии, в Африке, в Латинской Америке. Есть партнеры, с которыми тоже можно взаимодействовать. И здесь говорить про то, что Россия это некий предаток Китая, наверное, не очень правильно. Почему? Потому что, во-первых, мы здесь имеем по-рядам достаточно сильных сторон, то есть у Мексики, например, нет ядерного оружия, которое может в радиоактивный пепел весь мир обратить, как мы знаем. Слава Богу. Да. У Мексики, у России есть, опять же, оружие и армия, которая позволяет действовать в разных регионах мира. А у России есть достаточно сильная экономика с достаточно диверсифицированной, при прочих ранах, как бы мы над ней, ну, как бы мы не относились, но в России достаточно диверсифицированная экономика, есть вот сельское хозяйство, есть добывающая промышленность, есть обрабатывание, обрабатывающая промышленность, есть сектор услуг, есть в том числе отрасли с очень высокой добавленной стоимостью. У России есть накопленный геополитический и политический вес, который позволяет в том числе вести с позиции большой державы отношения на ряде других стран. То есть мы, например, тоже имеем какие-то свои амбиции, ведем свою большую игру условно в африканском регионе, со странами Азии, тем же самым, реализуем какие-то проекты опять же в Латинской Америке. То есть здесь нельзя говорить про потери субъектности. То есть с одной стороны, да, можно проследить в китайской позиции, что вот раньше Россия была старшим братом, потом старшей сестрой, а потом эти эпитеты ушли. А в какой момент сестрой стала просто очень интересная гендерная составляющая, как бы такое... Где-то, если я не ошибаюсь, где-то в 2007, это было 2008, где-то вот в этот момент проявила себя. Это буквально какой-то иероглиф поменялся просто получается. Ну да. Вот. Соответственно, где-то вот в этот период такая смена постепенно начала идти, но тем не менее у России есть ряд компетенций, которых у Китая на текущий момент нет. У Китая нет опыта, если мы говорим про вот эту державность в привычном понимании, то у Китая нет опыта ведения войн и ведения военных операций в других регионах. У России они есть. У Китая нет большого опыта опять же в глобальной, в больших вот этих политических играх. То есть последние годы, то есть если мы посмотрим на историю Китая, то сначала это был период унижений, когда Китая превратился в полуколониальную страну. После 1911 года соответственно получается. Чуть раньше даже, со времен опыта войн еще началось, то есть чуть пораньше. там год за год за годом приходили разные договора, все менее и менее выгодные. Потом у Китая соответственно были проблемы в виде гражданской войны, в виде оккупации Японии, в виде других моментов. И к великодержавному статусу Китай вернулся относительно недавно. И когда он начинает им пользоваться, то можно видеть, что начинаются какие-то местами даже ошибки. Потому что история с Австралией, например, когда было принято решение Австралию наказать, она не то чтобы... Ну, кстати, Китаю нужно отдать должное, они сейчас в текущий кризисный момент этот негласный бан сняли. А напомните вкратце в чем история? В том, что Австралия начала... Американцы слили переписку, где австралийцы говорили, что Китай причина коронавируса, связанная с коронавирусом, что это все пошло оттуда, что Китаю это очень не понравилось, соответственно, они решили наказать. Кстати, с Австралией у Китая товароборот где-то 156 миллиардов, ну, то есть он больше, чем с Россией на текущий момент. но смысл в том, что сказали, что вот давайте мы теперь уголь у вас закупать не будем, и в один из моментов там закупка угля из Китая она стоила для Китая дороже на 100 долларов, чем для Индии, например. Ну, то есть, опять же, Китай, он способен здесь эти ошибки признавать, но опыта в современной большой игре у Китая не так много, и поэтому они в том числе активно изучают наш опыт. Я хотел спросить еще, отслеживаете ли вы то, как люди пытаются зарабатывать на торговле с Китаем, если речь идет не о больших каких-то инвестициях, а о каком-то частном бизнесе, когда люди как-то вот стремятся куда-то встроиться и получить свою какую-то копейку на том, что происходит в Китае. Да, есть такое, и Китай становится здесь для наших, для ряда наших предпринимателей такой, русской мечтой. В чем заключается русская мечта? В том, чтобы найти в Китае что-то очень дешево, что-то, что еще глаза не замылено, и после этого продать на Wildberries, на Озоне или на другом маркетплейсе. Вот это сейчас настоящая русская мечта. То есть, есть американская мечта, есть китайская мечта, к которой Китай хочет прийти к 2049 году, есть вот русская мечта, которая на текущий момент среди молодого предпринимательского поколения выглядит вот таким образом. А есть какая-то история воплощения русской мечты, когда человек что-то очень странное удачно продал, закупив это в Китае, на что вы обратили внимание и, может быть, как-то улыбнулись? были такие моменты. Спиннеры, они вначале казались очень сомнительной вещью. Казалось бы, кто сейчас о них помнит, но те люди, которые первыми их начали привозить и вот так вот крутить, эта тема зашла, эта тема взлетела, это все начало очень хорошо продаваться. Я, кажется, читал The Economist, британский журнал, с материалом о том, что Китай остался последней, единственной крупной державой и крупным государством, который ставит официальную цель о том, чтобы никакого коронавируса у них не было. Ну, как-то все уже смирились, что там будут вакцины и будет иммунитет, и коронавирус будет как-то гулять в популяции, а Китай вроде бы не отказывается от тезиса полуторагодичной давности о том, что мы сейчас закроем границы и коронавируса никакого не будет. И в этой связи я не очень понимаю, как вообще товаропоток выглядит. Вот я весной этого года я в Владивостоке, как я понимаю, пил какую-то контрабандную китайскую водку на Байдзю от какого-то маньчжурского человека, который держит бизнес в Владивостоке. Вот. И он мне объяснял, что вот какой-то едет какая-то фура через границу и там внутри этой фуры спрятаны эти бутылки и как бы происходит вот какая-то такая похожая вещь, похожая на жизнь. Но это же не похоже на закрытые границы. Как можно торговать, когда граница закрыта? Так, торговля идет, контейнеры идут, просто они могут вставать, их доставка может дорожить. То есть люди не сопровождают вообще? Ну, не всегда и не везде. То есть люди эти контейнеры разгружают, но эти контейнеры проверяют, их обрабатывают специальным образом. А если, ну, то есть у нас были достаточно болезненные истории, когда, например, на нашей рыбе находили коронавирус и там из-за этого у нас сейчас бан на ряд рыбных позиций по экспорту идет. Из-за того, что на нашем мясе находили и там тоже на три, ну, там запреты кидали на отдельные фабрики там на три месяца и на еще какие-то периоды времени. Китайские власти здесь очень внимательно за этим следят. Границы закрыты для людей, но, например, если есть лицензия там автоводителя, то этот автоводитель, он может получать визу отдельно, специально вот этой категории. То есть он не считается человеком? Нет, он считается человеком, но у него, для него отдельные категории, там, категория С, по-моему, и они могут свои фуры возить, если летая, они могут на кораблях ходить, летая, они могут вести железнодорожные составы, если летая, или наоборот, в Китай, они могут летать на самолетах. Но грузовой поток, он не встает, он встает, вернее, но по другим причинам, потому что там, например, в Китайском порту обнаружили корону, его на две недели, остановили вообще, и там контейнеры эти скапливаются, определенная масса, а потом они как-то разбираются. в итоге там месячные пробки где-то образуются, там где-то еще какие-то проблемы, и в итоге стоимость доставки контейнера из Китая, она может внезапно взлететь с 3000 долларов, например, до 13, как недавно это было. Я так понимаю, что у России и Китая сейчас есть одна вещь, которая нас объединяет, и это, простите за выражение, курс на импортозамещение, и то, я не знаю, как это будет по-китайски, разумеется, но кажется, что эта идея популярна как в современной России, так и в современном Китае, но некоторая проблема, как опять же мне кажется, заключается в том, что под импортозамещением понимают совсем разные вещи, здесь и там. Можете ли вы это прокомментировать? Импортозамещения в Китае в как таковом плане сейчас, наверное, нет. В Китае повестка идет на выход на внешний рынок, и там идет политика выхода вовне. Где доля малого и среднего бизнеса больше в экономике, в Китае или в России? Как вы думаете? Судя по тому, что это вопрос с подвохом, значит, в России. В России, ну, то есть у нас привыкли думать, что вот, смотрите, вот Китай это экономика с одним огромным государством. Нет, конечно, нет. Я просто думал, что может быть что-то уже поменялось, потому что понятно, что вообще-то там была супер свободная экономика, по крайней мере, до последнего времени, пока за это называется. Ну да, но китайская экономика, она построена на конкуренции, то есть в России, например, доля МСП, ну, 20-25% где-то вот в этом интервале в Китае, малые и средние предприниматели делают 56-60%. Из МСП в России экспортируют в районе процентов. В Китае, ну, практически все малые и средние предприятия, за исключением там акведов, которые на внутренний рынок заточены, они так или иначе в экспорте участвуют. И Китай, он изначально делает компании, которые ориентированы не на китайский рынок, а на весь мир. У нас с этим, ну, нет такой привычки, чтобы сразу начинать что-то делать, чтобы продавать не только там в России, не только там на рынке своего региона, а сразу на весь мир. Вместе с тем, сейчас там есть ряд стартапов, там есть ряд проектов, которые изначально с таким планом создаются. То есть китайцы, они достаточно утилитарны, они понимают, что вот, например, там этот компонент мы там сделать не можем, мы его давайте купим, но мы из этого компонента сделаем какую-то очень дорогую, очень хорошую штуку, там, и продадим ее еще дороже. У нас какое-то понятное, то есть у нас с импортозамещением немножко не в ту сторону, пока ситуация идет, то есть есть большие достижения в сфере сельского хозяйства, есть определенные достижения в сфере промышленности, но здесь скорее надо определить какие-то направления отдельные и по ним идти, где углублять стоимость нашу добавочную, потому что где-то нам уже поздно оттягаться с китайской промышленностью, где-то мы можем здесь бодаться, потому что, опять же, там то же самое промышленное оборудование к нам часто приходит, чтобы спросить, там, что такое, там, как его там закупить, и по ряду позиций, там, те же самые, там, металлорежущие станки, выдувные машины, там, дробилки, мы их уже вряд ли сможем, там, дешевле, чем, дешевле, лучше, чем китай делать, но если мы говорим про продукцию с высокой добавленной стоимостью, про какие-то, там, IT-решения, то у нас есть перспективы, и, опять же, на рынке Вьетнама, например, у нас 1С достаточно хорошо чувствует, УЧРУ достаточно хорошо работает, лаборатория Касперского соответственно обслуживает государственные органы власти во Вьетнаме, защищает их от злобных вирусов, которые нападают на них, то есть у нас есть здесь потенциал, и нам нужно в эту сторону идти. Ну, я, я когда свой вопрос задавал, может быть, не совсем корректно или совсем некорректно, я имел в виду, что у нас импортозамещение действительно ушло в мечты о йотафоне, а также в сельское хозяйство, а в Китае, насколько я понимаю, стоит вопрос о том, чтобы просто стать в некоторых аспектах, таких как там военная промышленность, просто самодостаточным государством, которое ни от кого совсем не зависит и делает все и как бы лучше, чем конкуренты, в том числе, чем европейцы, чем американцы. Здесь вопрос размера рынка, то есть то, что пробуем делать мы, у нас не получится из-за того, что нас мало, а у Китая получится из-за того, что их много. Но, кстати, опять же, далеко не всегда это срабатывает. То есть, например, Китай может сказать, нам не нужен там Twitter, давайте сделаем там свой Twitter, и это получится, потому что китайцев много, не все там привыкли, ну, практически никто, наверное, там его в глаза не видел, не понимает, как он выглядит, и не понимает, чем они отличаются. Поэтому свой аналог будет использоваться. Вот показатель, например, скорее про китайский футбол. Вот где-то, наверное, лет пять назад мы все вот слышали про то, как там европейские звезды, они за какие-то огромные миллионы туда приходят ради того, чтобы теперь играть в футбол на китайском рынке. Но мы не увидели, как китайский рынок футбольный стал главным. Мы увидели скорее про то, что проекты там закрываются, спонсоры уходят, и ну, не получается сделать. Это, наверное, первый такой медийный случай, когда просто за счет большого рынка что-то не получилось. Но, опять же, такие примеры надо изучать, чтобы понимать, что и как. Нам это тоже очень важно. У нас достаточно ограниченный рынок. Это порядка 150 миллионов человек, это экономика порядка полутора триллионов долларов на текущий момент. Это не очень много, но есть там потенциал роста. Понятно, что при таком уровне образования у людей, понятно, что при таком уровне человеческого капитала мы можем достаточно в короткий срок что-то наверстать. Но там вместе с тем опять же нашему бизнесу нужно понимать, что не надо мыслить рамками России, надо мыслить рамками международного, международных категорий. Это то, чему можно научить суть лета. Надо делать бизнес с масштабом на весь мир, а не только с масштабом на Россию и тогда получится. с масштабом на Россию и так далее. Спасибо за субтитры Алексею